Открытая студия «Федерал Пресс» продолжает свою работу на общероссийском форуме «Города России-2030» Говорим о вызовах нового времени и развитии российских городов И у нас в гостях первый заместитель главы администрации города Ханты-Мансийска Наталья Данаевская Наталья Аркадьевна, добрый день Добрый день Ханты-Мансийск, его население, если мне память не изменяет, чуть больше сотни тысяч Тем не менее, он удерживает довольно высокие позиции в рейтинге городов У нас 7 ноября, 13 место было Как вы считаете, благодаря чему в Ханты-Мансийске стремятся жить И выбирают его как свою постоянную локацию? Это вопрос как раз, наверное, ответ на него лежит в нашем проекте На котором мы начали реализовывать уже более двух лет Спасибо за город Такой общественный проект, я, может быть, немного, как говорится, отвлекусь от наших социально-экономических моментов Но к ним вернусь Это проект, где мы рассказываем о людях труда, разных профессий Но которые действительно самоотверженно, самоотдачей трудятся в Ханты-Мансийске И приносят горожанам нашим вот тот вот уровень комфорта, уровень удовлетворения, потребностей, которые сегодня мы сформировали В Ханты-Мансийске исполняется в этом году 440 лет Мы дружная семья, трудолюбивая и гостеприимная По последним социологическим опросам, больше всего Ханты-Мансийцы удовлетворены уровнем качества общественных пространств Качеством дорог автомобильных, удовлетворены качеством дошкольного образования Почему дошкольного образования? Потому что у нас уже с рождения мамочки могут деток приносить в ясельки Прямо с рождения? Ну вот у кого какая потребность, эти условия созданы И удовлетворены условиями для занятий физкультурой и спортом И поэтому оценки, которые дали наши жители, они подтверждаются и рейтингами Мы третий год подряд по оценке качества среды лучшими в своей размерной климатической группе Монстрой проводят ежегодно А мы входим в десятку акью городов, мы реализуем умный город и так далее, и так далее, и так далее Мы знаем Ханты-Мансийск еще как одну из мощнейших столиц топливно-энергетического комплекса Но есть ли еще в городе промышленный потенциал, который лежит в других секторах? Конечно, подводя итоги ежегодно, мы понимаем, что основным показателем социально-экономического развития У нас положительная динамика, как в сфере инвестиций, как в сфере социальной, так и, конечно, в сфере промышленности Одним из стратегических системообразующих предприятий промышленности является наш рыбокомбинат Ровесник к Ханты-Мансийскому автономному округу Сегодня рыбокомбинат выпускает более 100 видов продукции, но не только об этом я хотела сказать Сегодня рыбокомбинат развивает деятельность, связанная с производством дикоросов С производством кондитерских изделий, его так называемое подразделение Этника, вот это вот такой экологически качественный продукт, который сегодня известен от Новосибирска до Дальнего Востока Благодаря поддержке губернатора правительства Югры предприятие вошло в реализацию, как опорное предприятие В реализацию проекта по созданию и развитию рыбопромышленной отрасли Поэтому это одно из вот таких вот важных сейчас направлений промышленности для нашего города Который в общем-то больше всего представляется Вот я здесь общалась с коллегами как столица спортивной, культурной, научной жизни и так далее Поэтому одна из таких стратегических задач это все-таки поддержка и развитие промышленности Еще и среднего звена наших креативного кластера Это предприниматели, я уже поделилась тоже с коллегами на форуме о реализации нашего проекта Ханты-Мансийск, новогодняя столица Сибири И завершение строительства объекта арт-резиденции как раз центра по развитию креативной индустрии В Ханты-Мансийске, как вы уже упомянули, проходит большое количество спортивных мероприятий и культурных мероприятий Какими событиями вы порадуете в следующем году? Второй год подряд мы проводим такой удивительный форум-выставку «Изюминки комфорта» Что такое «Изюминки комфорта»? Мы приглашаем производителей, которые все-таки производят такие формы или такие элементы благоустройства Которые, в общем, являются такими уникальными, эксклюзивными, необычными Но они уже одобрены, во-первых, жителями, кто живет И, во-вторых, еще немаловажно, а это, наверное, одно и самое главное Они применимы в наших северных зимних условиях Потому что у нас зима с октября и до мая И мы понимаем, что у нас за одни сутки может выпасть месячная норма осадков То есть это когда у нас идет снег Так вот, мы сегодня на площадке форума хотим обсудить такую тему, как формирование северного стандарта благоустройства Чтобы наши коллеги поделились из северных городов уже теми объектами благоустройства Которые построили и которыми жители пользуются и заслужили признание Или высокие оценки жителей Потому что это удобно, комфортно во все времена, несмотря на наши суровые зимы и климатические условия Но еще раз посмотреть летнюю тему Летом что у нас? Комары Поэтому... Это проблема решаема? Ну вот будем с нашим научным сообществом обсуждать Потому что знаем, что есть много предложений Наработок вовлечем здесь в обсуждение наших мамочек Потому что больше всего мамочки обращаются с этим вопросом Поэтому будем обсуждать и, в общем, делиться тем опытом, который сегодня есть И вырабатывать Что касается спортивных мероприятий Предвидится ли в ближайшее время какие-то крупные спортивные мероприятия? Все спортивные мероприятия сохраняются И вы сами видите И губернатор приглашает Наталью Владимировну На проведение Олимпиады Знаете, что у нас паралимпийская Проводится всегда череда мероприятий Поэтому хантамасист гостов К различному уровню мероприятий В том числе спортивных, культурных Дух огня продолжается В общем, все то, что запланировано, будет выполнено Плюс еще, конечно же, мы стремимся к созданию площадок По выработке новых стандартов, решений В отношении наших климатического условия Почему это я все говорю? Потому что уровень комфортности Для нас, конечно же, повышение уровня комфортности Стоит одной из приоритетных и важных задач Вот поэтому и говорю о том, что мы стремимся все-таки развивать тему И научного подхода к различным вопросам Тема развития хантамасиста как наукограда И, конечно же, реализация проекта Хантамасист – новогодняя столица Сибири Этот проект у нас открыт всегда Потому что думаем, что... Это туристический проект Это, с одной стороны, туристический проект А сегодня мы обсуждали со своими коллегами Привлекает, конечно же, еще и инвестиционные Наверное, основная здесь составляющая инвестиционная Поэтому хантамасист – новогодняя столица Сибири В этом году у нас для детей Организуются площадки и множество различных мероприятий Ну и, конечно же, ждем гостей Вы наблюдаете рост туристического потока в Хантамасистке? Если в динамике посмотреть на эти последние, может быть, пять лет Да, безусловно, наблюдаем Почему? Потому что для нас проект, который туристический Но он за собой несет и разные направления Туристических форм проектов Конечно же, да Несмотря на пандемию, несмотря на сегодняшние Руководитель нашего проекта Она постоянно ищет новые форматы И, конечно же, наших коллег, соратников, партнеров Для реализации теперь уже вот еще и площадки Где будут у нас все-таки формироваться наши вот такие креативные направления Что тоже важно А что касается будущих проектов По благоустройству городу Может быть, по созданию каких-то новых Рекреационных зон, экотроп Новых маршрутов Точек притяжения Планируется ли что-то новенькое в следующем году? Я все вот в следующий год почему-то смотрю Это все правильно Все правильно Потому что, не знаю, наверное, вы где-то подглядели Что мы сейчас занимаемся корректировкой стратегии социально-экономического развития Приступили к ней Уже наши исполнители нам первые наработанные материалы представили И наша задача, конечно, сформировать пути социально-экономического развития На ближайшие 30 лет, это точно Почему я так говорю? Потому что так сейчас стратегические документы Ну, по крайней мере, рекомендации По задаче приоритетное повышение уровня комфортности городской среды Мы с вами уже проговорили Поэтому одна из составляющих нашей комфортной среды Это, конечно, доступная среда Доступная среда, которая в себя включает, конечно же, доступность для всех жителей Несмотря на ограничительные какие-либо способности Да, да, да С ограниченными возможностями по здоровью Поэтому вот наш проект развития велоинфраструктуры С таким интересным проектом, как велоскверики По крайней мере, я не слышала То есть это велоскверики, где наши велоскверики Их с каждым годом все увеличивается, увеличивается Погут присесть, отдохнуть Познакомиться с какой-либо информацией Ибо этот проект, это проект по инициативе наших предпринимателей реализуется И, конечно же, он приносит и в плане наших задач по вовлечению жителей в занятия физкультурой и спортом Поэтому вот тема развития велоинфраструктуры с такими велосквериками интересными Причем они разные Водоканал – это водоканала Значит, энергетическая – это энергетическая Ростелеком – это умный вело-скверик Ну и так далее, и так далее Предприниматели в своей направленности Очень интересный проект И он вовлекает в формирование среды самих же жителей и предпринимателей Ну и, конечно же, из таких важных проектов Это инклюзивный скверик Потому что тема сегодня формирования доступной среды, она у нас важная Мы в проекте «Умный город» 2019 года Три квартиры мы оборудовали сегодня для людей с разными ограниченными возможностями И для колясочника, и для ограничения по зрению, по слуху Поэтому мы и дальше, конечно же, ставим себе задачи по формированию такой умной, комфортной В плане комфортности Умная, тёплая остановка Когда ожидают вот такие морозы Ну, это вот северные стандарты Это уровень комфортности Конечно же, это развитие нашей территории Территории рекреации Природного парка Самарский Чугас Как парка для отдыха наших жителей Конечно же, это наши новые территории Микрайон у нас развивается Вот так сбалансированный город во всех его частях И новые микрорайоны как в южной части Так и в северной и восточной Восточной, причём у нас формируются микрорайоны индивидуального же личного строительства Поэтому на следующий год и благоустройство этой территории Конечно же, самое главное для нас Это обустройство как новых территорий Это в рамках комплексного развития Так и тех территорий, которые сегодня являются для нас новыми, я бы так сказала В общем, становится очевидно, что никакие сложности нас не остановят Абсолютно нет Спасибо Спасибо вам за ваши вопросы Приезжайте в Ханты-Мансийск Обязательно Это была Наталья Дунаевская Первая заместитель главы администрации города Ханты-Мансийска Субтитры сделал DimaTorzok